Дорогие друзья, мы рады приветствовать сегодня вас и хотим представить вам Виталия Бондаренко, старшего пасторя, царь Квежевой поток, города Джексон-Вилл, Соединенные Штаты Америки. Виталий Иванович, мы приветствуем вас. Приветствуем и тебя, Виталий. Спасибо. Как вы начали свой путь проповедника? Начинал, как и многие проповедники начинали. Но я до сих пор помню хорошо, можно сказать, одну из первых проповедей. Начинал я проповедовать 14 лет. Вот эта проповедь, которую я сейчас помню, она была на очень такую интересную тему. Я даже хочу сейчас прочитать, о чем я проповедовал. Пожалуйста, интересно будет. Это написано в Исаии, в 42 главе, в 14-м стихе там написано так. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду говорить. Почему-то уже в то время я понимал, что очень хорошо любое дело начинать вовремя. И важно в служении просто не опоздать. И мне казалось уже в то время, что я немножко запаздываю. И поэтому эту проповедь я запомнил надолго. И здесь очень такой глубокий смысл, что я какое-то время молчал, терпел, ничего не говорил. Теперь пришло время мое, теперь пришло время говорить. Поэтому и сегодня, когда я обращаюсь к молодым проповедникам, то я им говорю, что в служении Богу и людям важно не опоздать. Важно все это сделать вовремя. А чтобы не опоздать, то я им говорю, чем раньше вы начнете, тем лучше. И так, идя по жизни, я проповедую многие годы. Делаю это с большим удовольствием. И что меня радует, когда я глядываюсь назад, что даже сейчас путешествую по миру, путешествую, просто посещая церкви, я встречаю немало тех, которые подходят и говорят мне, вот, Виталий, ты проповедовал там 20 лет назад, 30 лет в таком-то городе, в таком-то месте. Люди запомнили, да? На такую-то тему. И люди говорят, можно сказать, когда это было, где и о чем. И для меня это очень звучит серьезно. Почему? Потому что я, как проповедник, понимаю, что люди обычно слушают, когда им это интересно, когда они слушают что-то новое. Или же, когда Бог говорит через человека. И то, что они помнят, уже, можно сказать, спустя многие годы, это говорит о том, что они что-то важное для себя услышали. А это и есть главное в проповедовании. И это то, что меня радует, как проповедника. И я за это безмерно благодарен Богу. Вы становились, и кто для вас был примером? Для человека это нормально, когда он смотрит на кого-то и подражает в хорошем понимании этого слова. Как у вас это происходило? Ну, в плане проповедования, то я, можно сказать, учился во многих. И сейчас продолжаю учиться. Даже слушая других проповедников, я всегда записываю то, о чем они проповедуют. В какой-то мере для себя я понимаю, что если человек перестал учиться сам, он как бы теряет возможность учить других. Поэтому, кто не учится, тот рано стареет. Поэтому я продолжаю учиться. А лучшим примером для меня был всегда Христос, о котором люди говорили, что он говорил или говорит как власть имеющий. Хотя и другие проповедники, как Чарльз Берджин, которого просто я проповедил, уже мог просто читать и учиться от него. И всегда, когда я слушал проповедников, если я видел что-то для себя такое интересное, и слушал что-то такое, какое-то живое послание, я всегда говорил себе, я хочу проповедовать так, как он. А если с Божьей помощью, то, если это возможно, и лучше. Поэтому, можно сказать, я постоянно развиваюсь в этом служении. Хотя, может быть, стили менялись, направления, темы. Но главное, к чему я всегда стремился, чтобы нести людям живое послание, нести людям благословение и жизнь. А как Вы определились в своем призвании? Почему именно проповедник? Я понимаю, что призвание, которое есть в человеке, оно работает или должно работать еще до официального назначения. То есть, если человек еще не занимает даже какой-то должности или какое-то положение, я понимаю, если в нем есть, например, призвание пастыря, он будет пасти. Кто-то пять человек, кто-то десять, кто-то тысяч. Это независимо от того, что он еще не рукоположен. Это начинается еще до официального назначения. Поэтому приблизительно где-то так и у меня было. Я был достаточно молодым, но уже служил молодежи, служил немало, служил для них благословением. Интересно было то, что я пришел, к примеру, приехал в церковь, увидел, что в этом есть необходимость и начал делать. Я не был членом церкви, еще не понимал церковных порядков. Но я просто видел нужду и это делал. А потом уже, как сказать, люди увидели это со стороны, увидели братья, они поручали, они утверждали это служение. И таким образом это служение развивалось. Но начиналось все очень просто. Было бы плохо, если бы, например, кто-то занимался этим служением, а я пришел и начал делать что-то свое. Это ненормально. Но когда ты приходишь к людям и видишь, что это служение, можно сказать, не развивается, или этим служением никто не занимается, и ты начал это делать, я думаю, что это нормально. Вот приблизительно так было в моей жизни. Есть такое выражение, пришел, увидел, сделал. И поэтому, когда я видел в этом нужду, я старался в этом направлении служить, людям служить для молодежи. Где было начало вашего служения как руководителя? В 1969 году я закончил в Киеве один техникум и был направлен отрабатывать город Запорожье. И я там прожил где-то около пяти лет. Приехав в этот город, как я уже сказал, я увидел ситуацию, я познакомился с молодежью и начал там просто служить для молодежи. То есть практически в 19 лет я уже был молодежным руководителем, в этом городе. Хочу сказать, что это было очень хорошее время для меня, для молодежи. Почему? Потому что юность, она дает направление нам в жизни. И то, что в молодости было сделано, оно помнится и сегодня. Это было очень благословенное время. Это было время гонений. Но уже в то время у нас было где-то около 200 человек молодежи, которая была очень активная. Она была настолько активная, что когда меня вызывали представители власти, то они говорили так, что очень активно трудишься. В то время они говорили, в своей секте. То есть они это заметили. И просто они давали мне понять, или потише, или посадим. Но я думаю, что не только они, но и молодежь это воспринимала, переживала, и это отражалось на их жизни. И братья-служители, которые там служили в то время, даже уже оглядываясь назад через годы, я сейчас благодарен Богу, что с той группой молодежи, которой я в то время служил, сейчас немало служителей на уровне епископов, просветеров, диаконов, которые служат в различных церквях и служат благословением для других. Поэтому, можно сказать, это были лучшие годы в моей жизни. И я благодарю Бога, что это служение, оно получило развитие в моей жизни. После того, как я трудился там, в городе, чуть позже я был ответственным за молодежную работу уже в области, а еще чуть позже по всей Украине был ответственным за молодежное движение в объединении, где было около 600 церквей. И поэтому это было хорошее время. И я благодарю Бога, что оно получило вот такое развитие и для меня, и для других. Тарий Иванович, поделитесь, пожалуйста, как вам удается объединять и любить разных людей? Очень важная истина в том, что когда служишь молодежи, то всегда есть давление определенное и слева, и справа. Есть вещи, которые любят молодежь, и они пытаются это внедрять в жизнь. И есть вещи, которые больше нравятся, например, старшему поколению. Поэтому любой молодежный руководитель, он с этим в какой-то мере сталкивается, кто больше, кто меньше. Поэтому мое служение молодежи, оно проходило как бы между старшим поколением и молодым. И когда именно так проходит наше служение, то человек, который посредине, он постоянно чувствует давление и справа, и слева. В какой-то мере такое впечатление складывается, что тебя хотят раздавить. Поэтому вот этим связывающим звеном быть очень непросто. Но я верю, как христианин и как служитель, что все же должен быть кто-то быть этим связывающим звеном. И я благодарю Бога, что это отчасти было в моем служении. Это прекрасно, несмотря ни на что. И я даже для себя нахожу очень важную истину в Библии. И я говорю это другим. В свое время, когда Христос приближался к Иерусалиму, то там написано, что Он ехал на двух ослах. То есть на молодом Он ехал, а рядом шла Его мать, которая более уравновешенная была и опытная. Молодой сил нужен был для того, чтобы тяжесть нести на себе. А мать, шедшая рядом, она как бы показывала, как это надо делать, чтобы это было хорошо и красиво. Поэтому я, как христианин, понимаю, если в церквях сегодня нет молодежи или мало молодежи, то в этих церквях нет будущего. С другой стороны, если мы не будем принимать опыт старшего поколения, то мы много теряем. Поэтому в служении важно вот это все объединять, чтобы все служило благословением и все служило нам на пользу. Поэтому вот так проходило мое служение между поколениями, даже иногда между вероисповеданиями. Было много давления, но я благодарю Бога, что не раздавили. И я с Божьей помощью смог много послужить молодежи и помочь им. Вы стояли у истоков открытия многих церквей. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Когда пришла перестройка в нашу страну, мы просто, как христиане, увидели новое время для нашей страны и для нашего государства. И мы просто пошли к людям. В то время я жил в городе Белая Церковь, где работал электромехаником по холодильному оборудованию. То есть я ремонтировал, обслуживал это оборудование. И в то же время просто служил в церкви. И уже в 1989 году мы поняли для себя, что пришло новое время. И первые шаги, которые мы сделали при этом, мы построили молитвный дом. Хотя он был такого временного содержания, но это была уже возможность приглашать куда-то людей и служить этим людям. Кроме этого, мы просто сотрудничали с миссией «Гедеон», которые просто дали нам возможность и как бы присылали к нам Евангелие. И мы в этом городе, небольшой группой, 14, где-то 15 человек, раздавали людям 40 тысяч Евангелий в год. Мы шли, можно сказать, не уставая, шли в школы. В некоторые школы мы посетили по несколько раз. Мы шли в учебные заведения, мы шли в армию, мы шли в тюрьмы, мы приходили на фабрики, заводы. Поэтому у нас были просто хорошие знакомства, большие связи. А главное – служение. В то время мы понимали, что людям важно иметь Евангелие, чтобы они могли сориентироваться, кого слушать, кому верить и какую избрать для себя правильную дорогу. Поэтому мы спешили эту работу сделать. И попутно мы приглашали людей в церковь. И Белая церковь – это город, где, можно сказать, это было, где я впервые нес уже пастырское служение. И что меня особо радует в тот период моей жизни, это то, что уже очень скоро я начал проповедовать на телевидении. Поэтому Благая Весть распространялась и расширялась круг, распространяя этой Благой Вести. И еще, что очень было отрадно для меня, что мы, служа Богу и людям в этом городе, приглашали в этот новый молитвенный дом. И у нас в течение трех лет, каждое воскресенье, приходили новые люди и каялись. Мы им преподавали крещение открыто. И я помню, когда это было первый раз, приехало местное телевидение. Они просто проезжали мимо и это заметили. И они все это засняли. Потом это все увидели люди. Это была дополнительная реклама для нас. Поэтому это были, можно сказать, очень хорошие годы в моей жизни. А потом мне уже братья увидели нашу работу, мою работу, и предложили быть ответственным за евангелизацию по Украине. Безусловно, надо было переезжать в новый город и, можно сказать, оставить все хорошее, и связи, и друзей, и работу, и начинать практически все сначала. Это было непросто. Моя жена всегда, когда мы переезжали из города в город, она говорила мне так, «Виталий, я думаю, что все лучшее уже позади». Но каждый раз, когда мы переезжали на новое место жительства, почему-то снова было лучше и лучше. Чтобы предпринять этот шаг, у меня в то время уже было какое-то определенное ведение и отношение к этой ситуации. И поэтому, когда мне предложили это служение, я сказал моим братьям, я согласен это сделать при одном условии, что если вы разрешите открывать новой церкви. Потому что я уже в то время понимал, что вот это время, когда мы проповедовали, говорили о Христе просто как свидетельство, уже закончилось. И люди, которые обратились к Богу, уверовали, они должны к кому-то прийти, где-то определиться, кто-то им должен помогать и служить. Пришло время открывать новой церкви. И они дали добро на все это. И поэтому я приехал в Киев, и мы тут же сняли дом культуры завода «Арсенал» и начали снова проповедовать неверующим. Это уже, можно сказать, начало истории церкви Фавор. Просто церковь эта тоже развивалась очень, можно сказать, бурно. Это был 1993 год. Когда мы сделали приглашение, афиши по городу, то первое, что нас удивляло, это то, что был переполненный зал. Мы даже не в состоянии были вместить всех желающих. Мы им вначале дарили Библии, рассказывали о Христе. И уже через три месяца у нас было первое крещение. И принимало это крещение около 30 человек. Но сейчас я знаю, что это было только хорошее начало. А потом, в течение трех лет, каждые три месяца, новые люди принимали водное крещение. Это служение развивалось. И оно распространялось уже на другие территории. У меня было такое понимание на то время или видение, что церковь, которая уже, можно сказать, чуть-чуть окрепла, а у нас уже были музыкальные группы, были определенные служения, она должна идти открывать новой церкви там, где этих церквей еще нет. Поэтому уже через три года мы начали нести благовестие и работу начали в городе Борисполь. Там не было практически христианской церкви. Мы приехали туда с христианским фестивалем, мы пригласили туда несколько музыкальных групп. Потом сняли большую палатку в центре города на целый месяц. И каждый день проповедовали людям по вечерам о Христе. Через три месяца там новые люди пришли к Богу, покаялись и приняли водное крещение. Так зарождалась еще одна церковь, где я потом служил как пастыр церкви. И мы переживали много благословений. К Богу пришли в то время и летчики, и вертолетчики, и военные люди, и гражданские. Мы просто безмерно были счастливы, что мы можем служить этим людям непосредственно в этом городе. Ну, а как прошло еще пару лет, мы пошли дальше в Барышевку и начали там нести благовестие. Пришли на их рынки. То есть уже закончилось то время, когда люди приходили ко мне и просили, придите к нам в Дом культуры, расскажите людям о Боге. Это было в Белой Церкви. И мы приходили, и был полный зал. Сейчас уже через годы ситуация немножко поменялась. Уже пришло время идти к людям. Мы приезжали в микрорайон и просто пели, рассказывали людям о Боге. Мы приходили на рынки, мы пели на улицах. А люди, просто слыша этого благовести, были открыты. Кто-то каялся, их жизнь менялась. И таким образом зарождались все новые и новые церкви. Хотя, это уже история, но это то, как я понимаю, ради чего стоит жить. Было трудно, не хватало там каких-то, даже транспорта, какие-то материальные проблемы. Но когда видишь спасенного человека, когда видишь измененную жизнь, то для себя понимаю, что ради этого стоит жить. Толер Иванович, скажите, пожалуйста, как вы оказались в Америке? Трудясь на Украине, можно сказать, я не оглядывался назад и просто, можно сказать, мало отдыхал. И все это отражалось на здоровье. Просто много путешествовало. Если взять только служение пастырское, то уже на то время я был пастырем в трех церквях, которые были совершенно новыми. Поэтому часто в воскресенье у меня было одно собрание утром, потом в обед, потом вечером. Кроме этого, путешествовал по Украине много. Даже, живя на Украине, я посетил с проповедивания около 20 разных стран в мире и в Европе. Безусловно, все это как-то отражалось на состоянии на здоровье. И наступил момент уже где-то в 2000 году, что я серьезно заболел астмой, другими болезнями. И как-то меня увидели даже друзья, христиане из Африки, то они мне сказали так, что ты должен поехать к нам лечиться, иначе пойдешь к Иисусу. На то время у меня уже было 70 килограммов веса. И правда, они забрали меня в свою страну, в Южную Африку. И я там, можно сказать, 10 дней был под капельницей день и ночь. А потом еще месяц они просто восстанавливали, было как религитация. И они восстановили мое здоровье в какой-то мере, и продлили мою жизнь. Но я уже понимал, что мне надо что-то делать. В Америку я мог уехать еще в начале 90-х годов и должен нести людям Девангрия. И делал сколько мог. А уже когда, можно сказать, и врачи говорили о том, что надо поменять место жительства, я сам понимал, что больной пастор никому не нужен, и больной муж в том числе. Поэтому я принял решение приехать в Америку. И когда мы приехали туда, там тоже у нас началась интересная жизнь. Пришли мы первый раз, просто собрались вместе. Нас было только 23 человека. Так начиналось мое служение уже там в Америке. Но уже через 5 лет нас было уже 223 человек. И таким образом с каждым годом мое служение, наше служение там расширялось, можно сказать, и углублялось. Уже через 5 лет мы в своем городе открыли миссионерскую школу, где учатся студенты со всех штатов Америки, из Украины, из России. И мне приятно то, что у меня появилась возможность снова служить для молодежи. Так как многие многодетные семьи уехали туда на жительство, часто для молодежи нет серьезных занятий. Поэтому школа это для нас и для них огромное благословение. И студенты, которые учатся там, у нас есть как бы две основных цели для этой школы, чтобы зажечь их на миссию и главное послужить к изменению их жизни. И с Божьей помощью у нас получается где лучше, а где может быть и не совсем так, как бы хотелось, но тем не менее они меняются, с удовольствием едут на миссию и несут благовестие другим людям. Только в этом году у нас восемь групп миссионерских есть на Украине, которые трудятся в основном там, где церкви еще нет. Кроме того, одна группа уехала в Канаду, одна группа уехала в Африку, в Кению, и одна группа уехала на Кубу. И этот проект или эта работа расширяется. И в этом проекте участвует вся церковь. И это служит для нас огромным благословением. Какие служения вы сейчас развиваете? В чем их смысл? У нас в церкви где-то приблизительно 40 разных служений, где служат люди, которые, можно сказать, любят это дело. Они лично заинтересованы, и поэтому они развивают эти служения. Но основное ударение мы делаем на два служения. Это молитва, потому что мы верим, что без Бога мы не можем делать ничего. Поэтому мы молимся по понедельникам в начале недели, мы молимся по пятницам, у нас ночная молитва в начале месяца, чтобы Бог благословил нас на новый месяц. И в начале года у нас совместный месяц поста и молитвы о благословении на будущий год. И серьезно мы уделяем внимание и развиваем служение евангелизации или миссионерству. Для этих целей у нас служит миссионерская школа, но не только школа. Мы имеем возможность сейчас проповедовать на двух различных каналах на телевидении. Это СНЛ, это Импакт. Поэтому используем средства массовой информации, включая интернет, чтобы просто нести благовестие по всему миру. Кроме этого, у нас эффективно работает миссионерская школа. Даже на данный момент мы не в состоянии принять всех желающих, которые готовы приехать к нам, чтобы учиться. Если учесть, что это, можно сказать, на данный момент самая длинная по времени школа среди славян в Америке. Это огромное благословение. Но не это, можно сказать, главное в нашем служении здесь, а то, что мы можем служить молодому поколению, изменять их и вдохновлять их на служение и труд. Кроме этого, можно сказать, уже в этом году мы начали служение для подростков. То есть, открыли такую же школу для тех, кому 14, 15, 16 лет. Это, можно сказать, новый проект, который заработал в этом году впервые и уже закончился, можно сказать, первый год учебы. И мы уже увидели, как мы опаздываем в плане наших подростков, то мы намерены это служение и углублять, и расширять. И надеюсь, что это будет служить благословение и для церквей, и для родителей. Я уже сказал, что в любом деле важно не опоздать. Я даже часто говорю людям старшего возраста, я говорю им так, что я думаю, что вы до Царства Божьего как-нибудь по-маленьку и без нас дойдете. А вот молодежи, подросткам надо помочь, им надо служить. И это то, что мы делаем. Мы идем к ним, можно сказать, с посланием любви и надежды. Мы желаем, чтобы они состояли в жизни, чтобы их жизнь была устроена. Поэтому мы учим и этому уделяем много внимания и сил. Уже в этом году, можно сказать, наши люди были задействованы, они их просто поселяли в свои дома, они их кормили, улаживали спать, они им служили. А группа, которая была задействована как административно служили и учителя, так они, бедные, отдавали все свои силы. И эти подростки, они учились, они много путешествовали, они работали, можно сказать, в разных группах, они учились и рукоделию, и просто каким-то слесарным работам. То есть эта учеба была очень разноплановая. И сейчас она закончилась, поэтому я надеюсь, что будет продолжение и в этом направлении, и в других проектах. Толий Иванович, расскажите, пожалуйста, более подробно о миссионерстве, потому что это великое поручение, которое Христос дал своей церкви. Какие задачи вы ставите, какая ваша роль в этом служении, вашей семье, сына? Значит, что я думаю о миссионерстве? Я хочу сказать всем, кто нас слушает, даже по телевидению, хочу сказать всем христианам, что когда мы приходим в церковь, мы хорошо делаем, мы правильно делаем, но это мы приходим для себя. Но Бог нас призывает и Слово Божие пойти для Него. Когда-то Бог обращался с этим словом к Исаии и сказал, кто пойдет для нас, кто пойдет для них. Поэтому я призываю всех, что сейчас именно то время, когда мы должны выйти за церковную территорию. Вы считаете, что и это Слово и Послание, оно также сегодня очень актуально, как и раньше, как и тысячу лет назад? Хотя говорят, что уже, можно сказать, время иное, но и сегодня сколько есть тех, которые уходят в ад, умирая, не зная ни истины, ни Бога. Поэтому я четко для себя понимаю, что это то, к чему призывает нас Бог и Библия. Мы хотим переживать всю Божью благодать, сидя в церковных залах. Но я верю, что только когда мы пойдем туда, куда посылает нас Бог, Бог нас будет сопровождать чудесами и знамениями. Поэтому мы эту работу делаем с большим удовольствием. И я думаю, что это в нашем служении только большое начало. Мы хотим его всячески расширять и распространять. И я просто посещаю Украину, я каждый раз говорю, наших восемь групп здесь, если приедет даже восемьдесят, мы не в состоянии эту работу сделать без вас. Поэтому мы приглашаем украинцев, русских просто подняться для благовестия, потому что времени осталось не так уж много. А сколько лет существует ваша школа? Семь лет. Как эта школа, можно сказать, эффективно работает. А каковы результаты вы видите из практической жизни? В плане результатов и в плане миссионерства вся наша работа направлена на результат. То есть мы не за то, чтобы делать миссию ради миссии, а мы за то, чтобы в миссионерстве достигать результата. То есть все определяет результат и плод. Мы не для того, чтобы просто шум создавать, что мы вроде бы что-то делаем, куда-то движемся. Вся наша работа направлена на конечный результат. Это спасение грешников, это открытие новых церквей. Богдан ваш старший сын. Он был активным христианином тут в Украине. Как он сейчас трудится в Америке и какое служение он несет в школе? Думаю, нормально, когда дети видят пример хороший в родителях и желают им подражать. Поэтому Богдан он один из них. Даже больше хочу сказать, что у него сейчас есть сын, а мой уже внук, то он нормально себя чувствует в церкви только тогда, когда он держит в руках микрофон. Проповедник будущий. Да. Ему купили детский и он, можно сказать, больше всего расстраивается, когда у него этот микрофон забирает. А когда он с микрофона он чувствует себя уверенно. Поэтому по всей вероятности может быть будущий проповедник. Но Богдан он у меня просто интересен тем, что на мой взгляд он врожденный администратор. Поэтому то, что относится к школе, я в основном как бы выполняю как сказать духовное покровительство и участвую в преподавании. А он как директор школы ведет всю административную часть. И у него хорошо получается привлекать людей в команду, организовать эту команду и совместно двигать этот проект. Я просто удивляюсь его способности планировать и достигать в этом планировании результата. Поэтому я ее просто благословляю всячески, стараюсь как отец и как пастор поддерживать эту работу. И максимально стремлюсь к тому, чтобы эта работа была, можно сказать, под покровительством церкви. Это очень и очень важно. Потому что иногда когда мы поднимаемся, то мы думаем, что мы уже сами все можем. но сами по себе мы немного преуспеем. Но когда мы объединяем наши усилия для каких-то общих проектов, это дает колоссальный положительный результат. Вы упомянули о своей церкви. А что именно церковь делает для школы и как она принимает участие в этом? В первые годы практически все студенты, которые приезжали к нам, они жили в семьях. Если учесть, что школа идет минимум полгода, то это люди, которые живут в вашем доме не три дня и не неделю, а полгода. А это очень... Причем они живут в нашем доме или в других домах, как у себя дома. Поэтому это уже серьезное вложение. Кроме этого, мы особо поддерживали материально. Мы предоставляем им здание. И много других вещей делает церковь, которые трудно всех перечислить, чтобы эта школа просто развивалась. Виталий Иванович, а как ваша семья относится к тому, что вы часто отъезжаете, вас часто не бывает дома? И какую роль сыграла жена в вашем служении? Виталий, хороший вопрос. Это один, как сказать, из самых таких непростых вопросов в служении любого пастыря. В том плане, что ты должен любить всех и при этом, чтобы взаимоотношения в доме не страдали. И при этом жену больше всех. Это непросто. А в моем понимании любовь это в первую очередь общение. И когда этого общения недостаточно, то и любовь страдает. А значит, в какой-то мере страдает и моя жена. Поэтому ей непросто. Ей непросто. Но я благодарю Бога за жену, потому что понимаю для себя, что серьезное служение не может состояться без участия семьи и жены. Говорят, что за сильными мужчинами или можно сказать большими мужчинами стоят сильные жены. Поэтому ей приходится разделять все это вместе со мной. И сейчас, когда я нахожусь здесь, мы общаемся по телефону. этого недостаточно. Поэтому скучаем. Но когда мы снова собираемся вместе, мы снова планируем что-то. И если где-то я уезжаю недалеко, то мы стараемся уезжать вместе. А если я путешествую много и далеко, то она за мной не успевает. Но я благодарю Бога за то, что она понимает ситуацию и поддерживает меня во всем. Без этой поддержки вся эта работа просто была бы невозможна. В чем секрет того, что вы годами становитесь старше, но душой вы молодеете? Как вам это удается? Я думаю, что это идет от просто состояния нашей души. И именно душой хорошо, когда человек никогда не стареет. Это нормальная жизнь христианина. Просто удивляет меня то, что даже у молодых людей иногда есть такая старческая психология. Они почему-то думают, что все уже лучшее позади или что необходимо было сделать уже сделано. Это неправильный подход к жизни. В моем понимании все лучшее еще впереди. И те проекты, которые необходимо сделать, они тоже нас ожидают в будущем. Поэтому мой принцип такой очень простой. во всех обстоятельствах жизни, даже тогда, когда мы уже немножко стареем, самое главное, никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся. Никогда не останавливайся на полпути. И никогда не глядывайся назад. Все это, можно сказать, в моем понимании, движение это жизнь. И пока человек движется, причем движется в правильном направлении, он в состоянии жить победоносной жизнью. Жить не старея. Виталий Иванович, вы уже целый месяц как трудитесь в Украине. Подскажите, какое послание ваше неверующим людям и христианам? Основное мое послание неверующим это просто благая весть или добрая весть. Это весть о том, что спасение есть в Иисусе Христе. И когда мы приходим к неверующим людям, я стараюсь им просто объяснить, что спаситель нужен там, где есть погибель, то есть там, где есть нужда. Бог посылает свою благодать в область нужды. И когда просто люди тянутся к Богу, Бог отвечает на их молитвы. Когда люди готовы открыть свое сердце для Иисуса, Он их спасает. И я часто говорю так, что нет смысла праздновать Рождество, если вы еще не пригласили в свое сердце Иисуса. И ваше христианство, оно не будет полным, если вы не подчинили свою жизнь Христу, которого вы пригласили в вашу жизнь. Это я говорю не верующим, а верующим я в основном несу, мы несем послание мира. Почему так? Потому что там, где любовь, там, где мир, единство, там люди благоденствуют, там люди отдыхают, там люди наслаждаются жизнью, как на уровне семьи, так и на уровне церкви. И отсутствие мира – это основная причина, почему люди страдают. И обращаясь к христианам, я просто говорю им о том, что наше христианство должно быть более глубоким. И привожу такой пример, что если камень бросить в лужу, то лужа это возмутится и поднимется ил и грязь. А если камень бросить в море, то это на нем никак не отразится. Наша жизнь не должна зависеть от того, что происходит вокруг нас. Но мы должны обращать внимание на то, что происходит у нас внутри. Поэтому мое послание к христианам, христианство наше должно быть глубоким. Мы должны быть христианами не на словах, но на деле. И правильно вести себя, несмотря ни на что, чтобы наша песня никогда не умолкала, чтобы каждый из нас мог пройти с песней по жизни. А вам удается идти с песней по жизни? Ну, во всяком случае, я стараюсь. Почему? Потому что я сам люблю петь, участвую в пении, пою для других и с удовольствием слушаю песню. Но то, что я сейчас говорю, что я имею в виду, то, что христиане в церквях поют, это нормально, но это в принципе никого не удивляет. Но петь, когда вокруг темно, когда нет никакого света, петь, когда другие этого не делают обычно, петь не потому, что ты выпил и не потому, что тебя попросили, а потому, что сердце поет. Это то, что я считаю нам жизненно необходимым. Потому что если сердце поет, то практически не нужны слова. А если сердце наше не поет, то никакие слова нам не помогут. Поэтому я просто стараюсь и призываю других петь несмотря ни на что. Для меня примером является Павел Исилак. Находясь в темнице, например, они пели. Поэтому я хочу и призываю к этому других. Я говорю христианам, кому петь как не нам. Мы дети Божьи, мы всех счастливые. И поэтому мне хочется пронести эту песню через всю свою жизнь. И мне хочется, чтобы другие участвовали в этом пении. И я понимаю, что здесь мы только проходим учебу как спевки, а окончательно будем петь во веки веков там на небе со Христом. И я хочу продолжить свою мисс, просто даже рассказать небольшой стих о жизни. Я пишу стихи, обращаю внимание на жизни, на необходимые ситуации. Не пить у наше время стыдно, да и неудобно отказать пьют, что горько и противно от общества, чтобы не отстать. Нельзя же быть белой вороной среди собратьев кабаке и, дорожа данной свободой, не плыть по заданной реке. Да и пить никто не запрещает, лишь говорят, чтоб меру знал. Поэтому не замечают, как пьяницей приятель стал. О, мера, мера, сколько можно ее грехами дополнять, предел найти ведь очень сложно, когда все водкой заливать. Один поток я жизнь дающий, одна из радост на земле, из храма Божия исходящий и пребывающий во мне. И царство Божие не пища, оно никак не пытье, но мир и радость в Святом Духе, блаженство в небе и на земле. О, наполняй Господь нам сердце, пошли Твою нам благодать, чтобы на праздниках петь песни, а среди горя ликовать. Виталий Иванович, мы сердечно благодарим вас за то, что вы пришли к нам, рассказали о своей жизни, о своем служении, о том, как Господь вас взял в свой удел и использовал на Ниве Божией. Пусть Господь вас обильно благословит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова